Меня зовут Аниса, мне 10 лет, я учусь в школе светлых людей. Меня зовут Тушно, мне 12 лет, я увлекаюсь актерством. Меня зовут Челяев, мне 13 лет, я увлекаюсь программированием, спортом, в основном учеба. Привет, меня зовут Ариана, мне 13 лет, я занимаюсь каллиграфией и рисованием. Здравствуйте, меня зовут Абду Басир, мне 11 лет, я увлекаюсь рисованием и каллиграфией. Меня зовут Шукрува Иосеман, мне 13 лет, я занимаюсь музыкой и много чем другим. Привет всем, меня зовут Нигина, мне 12 лет, я люблю петь, танцевать и люблю журналистику. Конечно, есть даже песня про папу, папа может. У меня двоярка, у меня нет, думаю, нужно, но смотря какой. Если отец хорошо умеет справляться со своей задачей, быть нормальным отцом, то этот отец очень даже хороший, возможно, нужен. Да, девочкам нужен папа, потому что он может показывать, как надо одеваться, чтобы, например, не привлекать внимания лишнего, или одеваться хорошо, чтобы не слишком коротко и не слишком длинно он будет это контролировать. Мама, разумеется, мама тоже нужна, потому что мама большая, большая часть нашей жизни, и она важнее, чем папа, потому что, ну как бы, когда отца нет, мама ведь тебя не бросает, она старается, чтобы ты хорошо учился, вырос и нашел себе работу. Мама – это подруга, без нее никак. Мама очень добрая, очень ласковая. Из всех, например, в моей истории, из всех таких плохих историй меня мама выводит, и никто другой. Да, я рассказываю. Я маме очень сильно доверяю, намного больше, чем себе. Да. Когда меня обижают, тогда я говорю, но так просто я ей ничего не люблю. Девочкам нельзя бездельничать, а мальчикам можно бездельничать. Все должно быть поодинаковым, все должны быть на равных. Нельзя, чтобы все повесили на девочку, а мальчики просто бездельничали. Как-то мне очень странно, мне никто этого вопроса не задавал. А, возможно, девочкам не надо так громко разговаривать, конечно же, это не очень красиво для девочки. Еще нам, конечно же, девочкам не надо кричать, с ума сходить, так, потому что многие мои одноклассники так и делают. И некоторые учителя сравнивают их с мальчиками, потому что мальчики точно так и себя любят. Не, мы можем веселиться тогда, и просто это не очень красиво, так говорят, родители, взрослые. Ну, то говорят, если мы взрослые, то есть не очень прилично для девочек. Не знаю почему, но мне так говорят. Нет, девочкам копать нельзя, потому что копать это дело парней. Но девочкам самим уже можно готовить. Еще девочкам можно готовить, убираться, много чего можно делать, только не нужно их обижать. Еще, когда я боюсь сестру, папа постоянно говорит, девочкам быть нельзя. Редко. Очень редко. Нет. Ни разу еще. Редко? Нет. Да? Иногда бывает, потому что они иногда слишком много хотят от нас, слишком много требуют от нас, хотят, чтобы мы супер учились, но это нереально. Потому что если, например, один учитель преподает один урок, он не может на все уроки, почему один учитель должен всем знать? Да. Ну, например, когда вот девочки меня издевают, говорят, что ты не похожа на нас, и говорят много чего другого, но я их не слушаю, но иногда задумаюсь, почему они так мне говорят. Я не знаю, бывает иногда, что мне не хватает внимания в школе или дома. Иногда бывает, что мне хочется просто сесть в уголке и сидеть одной. Одиноко мне бывает иногда, когда, например, не еду никого дома, нечего делать. Игры надоели, Wi-Fi надоели, фильмы надоели. Одиноко бывает. Борь? Я бы сначала сделала так, чтобы у них не было ограничений, но некоторые, потому что они были свободны и говорили мне свои мечты, что они хотели. Я хочу быть хорошей мамой, я хочу, чтобы они рассказывали мне, что они хотят. Они так замкнуто к каким-то друзьям своим говорили. Но иногда из-за того, что они не рассказывают дети своим родителям, они могут попасть в плохую компанию, потому что им некому рассказать, и они ищут себя в плохих компаниях. Чтобы они жили дружно и не ругались. Я желаю своим родителям счастья, хочу, чтобы никогда больше не было ссоры, не хочу больше драться с сестрой. Потому что каждый раз, когда я дерюсь с сестрой, маме плохо. Она говорит, что когда человек, когда в доме война, то тогда в этом доме денег будет мало. И это, постоянно будет ссора и все такое. Говорит, чтобы меньше ругались. И я бы хотела прислушаться к маме и больше не ссориться. Потому что мы, и нам с сестрой тоже надо дело уже ссориться. Потому что наша ссора и нам не нравится. Мы ссоримся, и из-за этого овы получаем от мамы. Я хочу им сказать, чтобы они никогда не забывали обо мне. Чтобы они всегда были со мной. И что они всегда в моем сердце. Я их никогда никогда не забуду. Здравствуйте, мамочки. Здравствуйте, Данаджин. Хочу сказать то, что большое вам спасибо. Большое вам спасибо за то, что вы меня вот удержали, давали советы и много чего другого. Я в большую благодарность вам и маме, и папе. Папе за то, что он всегда мне помогал и всегда меня поддерживал. И маме тоже так. Мама меня каждый раз слушала. Из-за этого я большое, огромное ей спасибо. Ну, то, что она стремится. И я хочу стать копию, как мама. Я хочу сказать, что нужно больше внимания давать своим, обращать внимание на своих детей. Потому что, когда вы не обращаете внимания, они станутся замкнутыми. Они просто на вас обижаются, не разговаривают. И вы думаете, что они устали и что-то такое. Они никогда не устают. Они просто хотят что-то сказать. Вы просто спросите, потом услышите ответ. Я маме все уже сказала. Я секреты от мамы не держу. Никаких секретов. Я маме больше чем тебе доверяю. Я маме больше чем тебе доверяю. Че? Че? Я маме больше чем тебе доверяю. Продолжение следует...